Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о втором шансе, стоит ли давать его, при каких условиях его давать, кому давать, кому не давать. Про отношения обсуждается что-то. Очень часто из-за своих каких-то страхов, нерешительности и вообще каких-то проблем люди очень часто хотят давать второй шанс, не хотят разрушать, например, отношения. Причины могут быть абсолютно у всех разные, но когда эта тема всплывает, мне хочется немножко какое-то разъяснение прийти. Может быть у вас в жизни сейчас такая ситуация, когда вы думаете давать шанс человеку или нет. Я вам хочу дать вот эти признаки, когда стоит дать второй шанс, когда у этого второго шанса есть шанс на реализацию масломасляной. Ну вы, короче, поняли, да, то есть из этого что-то может выйти, а не зазря и снова тратить время или мне еще будет больнее, хуже и так далее. Это касается не только любовных каких-то дел, а вообще в принципе по жизни работы, в том числе друзей своих и так далее. Вот смотрите, ошибаться, оступаться может каждый человек. Главное, чтобы это не было системой. Мы даем возможность второго шанса, вообще об этом разговариваем с человеком, обсуждаем, если его какое-то, как назовем, нарушение не систематическое, нерегулярное, не на протяжении долгого времени. Или как минимум, когда мы с ним поговорили открыто, сказали, что нам это не нравится, я это не приемлю и так далее, человек после этого разговора открытого не перешагивает и делает точно так же. И потом в очередной раз у вас опять просит какой-нибудь там пятый, десятый шанс себе дать. Вот это уже система. То есть мы должны поговорить четко первый раз и объяснить свои какие-то взгляды, интересы, что нам это не нравится, мы это, например, не потерпим, и тогда мы даем шанс. Он используется или не используется. Далее, давать какой-либо шанс не обязательно должно быть, многие считают и путают, возможно, да. Вот человек раскаялся, признал свою вину, ошибку и говорит, дай мне шанс, я исправлю. Это не показатель будет. Вы знаете, можно обманывать и говорить, я исправлюсь, и делать все точно так же, как было раньше, не исправляться. Вы знаете такие истории, очень много таких отношений, когда продолжают систематически изменять, обижать, бить, абьюзить и так далее. Когда говорят, да я исправлюсь, да я обещаю. И каждый раз, кстати, особенно с абьюзером, они еще сильнее и сильнее придавливают, они еще сильнее абьюзер, они еще сильнее потом давят. С каждым разом, после каждого обещания, становится все хуже и хуже. То есть вот, пожалуйста, шансы даете, не реализовывается эта история. Значит, наверное, шансы давать не надо, да. То есть уже их даже видно в системе, что выхлоп как бы не тот, который вы ожидали. Давая шанс, мы должны понимать, да, что это когда человек, то есть это же на ваше ощущение, где-то на вашу веру, на то, насколько вы знаете этого человека или вашего партнера, это когда вы видите, что человек искренен в своем обещании, и его действия показывают, что он действительно исправляется. То есть вы должны дать какое-то время для того, чтобы проверить, так это или нет, делает ли он какие-то действия, изменяется или нет. Если мы говорим про абьюз и все прочее, там нужно подольше, побольше времени и про отношения, потому что именно они любят прикинуться хорошими, добренькими. Временно они вам месяц дают примерно полтора-два хорошую модель, как было раньше, типа идеального себя, а потом все равно скатывается к проблемам, к абьюзу или еще к чему-то. То есть если вы в отношениях даете шанс, там вам надо побольше времени понаблюдать человека, для того, чтобы, назовем так, у него, если не искренний этот шанс исправления его, чтобы он исчерпал вот этот свой внутренний лимит игры на публику, хорошего себя, почему он устал от этого и начал показывать себя настоящим, как он есть на самом деле. Если человек использует ваш шанс, который вы дали, и действительно исправляется, это время будет очень долгим, назовем так, оно не закончится. Вот он исправился, пообещал, и о таких случаях мало на самом деле, буду честна. Когда человеку дали второй шанс, он реально исправился, там как-то изменил свое поведение. Этого мало, это единица, но такие случаи есть, у моих знакомых есть как минимум. Что для этого нужно? Но единственное, самое главное, желание самого человека, который хочет изменить себя или там какую-то ситуацию, которая произошла, исправиться каким-то образом. То есть, если он сам заинтересован, он искренне этого хочет, то, пожалуйста, то из этого выйдет что-то, выйдет результат, или как это еще можно назвать, да? Короче, есть резон, есть смысл. Если мы берем просто так логично, мы всегда можем давать второй шанс, но просто смотрите, чтобы он не становился и третьим, и четвертым, и пятым, чтобы это не было системой. Это говорит уже показатель о том, что вы где-то слабохарактерный человек, и вам этот шанс самому нужен, потому что вы боитесь расстаться, потерять этого человека, отказаться от него, или от ситуации какой-то, там от денег, от выгоды и всего прочего. Клаучи говорят, смотрите, чтобы вам не сели на шею, если так можно, да, выразиться вот в этих шансах. Если это уже система 3-4 раза и более, ну, это прям конкретный показатель, все как бы, не надо никакие больше шансы давать вами, пользуются, или вашей добротой, или вашей предрасположенностью, или у вас есть какие-то страхи, чтобы завершить эту ситуацию, и вам вот эти шансы, и вся вот эта тягомотина, система тоже для чего-то нужна, у вас есть какая-то вторичная выгода. Если мы берем жизнь вообще, вот я могу себе, да, рассказать свои практики, я в большинстве случаев, конечно, если я не вижу, что человек искренне говорит о том, что он хочет исправить ситуацию, там, исправиться сам, я не знаю, ну, короче, там, нужное подставьте, да, если я вижу, что какая-то искренность есть, я могу дать человеку второй шанс, но общаться я буду на расстоянии, вот выдерживать какое-то время безопасности, проверять и так далее, потом со временем, если я вижу, что все окей, в порядке, и мое доверие может восстановиться, я могу с человеком общаться, как было раньше, у меня такие есть несколько примеров жизни, но опять из этих примеров я могу сказать, это зависело от того, что человек сам искренне хотел, искренне верил в это, искренне старался измениться или, там, не знаю, там, скупить вину, или еще, короче, подставьте нужное, искренне человек сам хотел, то есть без его желания или насильно ничего не получится, это будет либо для вас самообман, или он вас обманывает, что он это, но по факту ничего не меняется, делать это или нет, это просто тратить время, свои нервы, нужно это выбирать сами, может, кто хочет позаморачиваться и готов этим позаниматься, да ради бога, лишь бы вам хорошо было, но если нужно ли это делать на практике, ну, такое себе, можно один раз, короче говоря, вот я пришла к выводу вообще по жизни, по психологии, один раз можно дать второй шанс, поэтому называется второй, а не третий, четвертый и пятый, если видите, что ничего не меняется, можно эту историю лавочку просто сворачивать, все как будет, получи, распишись, не получилось, ну, бывает, значит, кто-то не хочет или, там, не заинтересован до конца, это тоже нормально, человек имеет на это полное право. По поводу шансов различных, я хочу, чтобы вы были осторожны, очень многие люди, вот эти вторые шансы, раздавая кому-то, на самом деле оберегают себя, и в любовных отношениях очень часто эти шансы партнеры даже не просят, или не обещают, что будут перемены, или говорят очень поверхностно и хитростно, и видно, что их человек обманывает, но жертва, если так можно сказать, да, человек, который хочет давать этот шанс, дает сам от себя и предлагает его для того, чтобы не встретиться со своими страхами, не расстаться, не остаться одной, там, не знаю, какие-то проблемы финансово-экономические, или у меня вообще не друзья, если я сейчас этой подруге откажут, у меня вообще одна одинокая буду, страх одиночества и так далее. И порой люди эти шансы, очень часто, если мы рассматриваем историю, они могут даже эти шансы не просить. Если люди, которые сами их предлагают, раздают, они этими шансами вторыми оправдывают плохое к себе отношение или травмы, еще как-то это можно назвать, в общем, обиды, что-то такое неприятное, что им делали, они это оправдывают таким образом, и говорят, я дам второй шанс, да ничего, да просто человек оступился, да давайте мы ему поможем, да ничего страшного не произошло и так далее. но рубить с плеча и вообще не давать шансы, это тоже не очень, как бы, на практике можно так делать, почему бы и нет, но это не очень практично, я бы сказала, да, практично тем, что вы можете в таком случае пропустить от человека его искренность, если она есть, да, и пропустить там друга, знакомого парня, там мужчину, еще какого-то родственника, там какого-то близкого человека, который может быть реально действительно захотел исправиться, вы дали шанс, или вы не дали шанс, да, и пропустили эту историю, сейчас мы перестали общаться, ну, как бы может быть какой-то ошибкой, потом вы об этом можете сожалеть спустя время какое-то. Если мы берем практику, на самом деле людей, которые искренне хотят исправиться, извиниться, использовать этот шанс, их мало, вот будем честны, мало, или они не до конца искренне этого хотят, то есть какая-то, их опять же свои страхи, выгода и все прочее тянут обратно, они повторяют свои ошибки, и этот шанс как бы летит в тар-тарары, то есть по итогу вообще давать шанс второй или нет, это ваш, скажем так, выбор, каждый выбирает для себя, я считаю, что давать второй шанс можно, ну, однократно смотреть на человека, выдерживать какую-то дистанцию, какое-то время безопасности для выработки доверия, не давать совсем с плеча рубить, можно, пожалуйста, но имейте в виду, что вы можете пропустить искренность человека, который хотел бы исправить ситуацию, и раздавать всем подряд, это быть просто использованным, самому предлагать эти вторые шансы, тогда мы не удивляемся, что нам сели на шею, к нам плохо относятся, нас используют и всякое-всякое такое прочее, тоже можно попасть в такую западню, то есть мы смотрим индивидуально ситуацию человека, который просит о втором шансе, его высказывание, доводы, и проверяем просто на практике, действительно что-то исправилось, изменилось или нет, и тогда делаем выводы, надо нам было давать, нет, и все, заканчиваем мы эту историю, общение с ним или нет. Вот что я могу сказать по поводу вторых шансов. Если у вас есть интересные темы для психологических видео, пишите в комментариях, мы с вами это разберем. Спасибо за внимание. В инфобоксе под видео моя почта, где вы можете прислать заявку на консультацию индивидуальную, либо прислать вашу историю от анонима для разбора на канале. Спасибо за внимание, всем пока.